Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это фокусы от моряка, как вы, конечно, догадались. В этом видео я хочу показать вам несколько классных, но простых математических фокусов, которые вам точно полюбятся. Итак, смотрим. Смотри, для первого трюка мы возьмем обычную карточную колоду, и твоя задача выбрать любую карту, какую захочешь. Но только не выбирай Джокера. Запомнила? Запомнила, да? Убирай ее куда-нибудь. Больше мы ее не увидим. Смотри, каждая карта соответствует какому-то своему номиналу. То есть туз, например, это одно очко. Двойка два, тройка три, валет одиннадцать, дама двенадцать, король тринадцать. Понятно, да? Вот точка карта, которая соответствует твоему этому, напиши на калькуляторе. Которая соответствует твоему значению. Написала? Да. Теперь это число умножь на два. Умножила? Да. Теперь к этому числу прибавь три. Получилось, да? И теперь все это число умножь на пять. То есть у тебя получится некое такое значение. Умножил. Получилось число, да? Смотри, у твоей карты, естественно, есть масть, правильно? Каждая масть это тоже какое-то очко. Например, туз, ой. Например, крести это одно очко. Черви это два. Потом пики это три. А буби это четыре. То есть прибавь вот это число к своему. К своему получившемуся. Есть. Прибавила? Да. Назови мне, какое число получилось. 117. 117, да. Получается, твоя карта это 10 червей. Ты прав. Ну что ж, друзья, теперь давайте посмотрим, как его делать. Итак, друзья, этот трюк вообще просто элементарщина. То есть вам достаточно знать вот эту несложную формулу. Итак, для начала зритель выбирает любую карту, да? Любую, абсолютно любую карту. Он берет, запоминает и возвращает ее в колоду. Ну, к примеру, у нас это будет двойка крести, пускай, да? Итак, мы просим нашего зрителя умножить его число на два. Ну, во-первых, говорим, что каждая карта является каким-то номиналом. То есть туз это один, двойка два, тройка три, бла-бла-бла-бла-бла. Валет 11, дама 12, король 13. Джокеры не играют здесь. Итак, у нас выпала двойка. Значит, мы на калькуляторе пишем два. Далее нашу карту, эту нужно, это число надо умножить на два, чтобы получилось число игрек, да? Ну, это у нас получается четыре. Далее, к этому числу мы прибавляем три по формуле действуем. То есть прибавляем три, получаем число семь. Далее, это число семь мы умножаем на пять. У нас получается число 35. Далее, к этому числу необходимо, жизненно необходимо прибавить масть. То есть мы говорим масть вообще, как вот вы лучше запомните, так и скажите. То есть крести, например, это один, буби два, черви три, пики четыре. Можете менять масти как хотите, главное сами не запутайтесь. Ну, к примеру, крести у меня пускай это будет один, да? Или пускай это будет, например, четыре. То есть, к примеру, я говорю зрителю, что черви один, буби два, пики три, крести четыре. Прибавь свою масть. То есть он к этому числу прибавляет масть, да? То есть прибавляет четыре. Получается тридцать девять. А теперь вы говорите, произнеси вслух свое число. Он произносит тридцать девять. Что вы делаете? Вы из тридцати девяти отнимаете пятнадцать. То есть вы отнимаете пятнадцать. В уме это все делаете. То есть отняли пятнадцать, получилось двадцать четыре. То есть где первое число это двойка, да? А второе число это масть. Четверка. То есть крестовую масть вы назвали четвертой. Сказали, что это как бы четырячка. То есть может, например, получиться там сто тринадцать, да? То есть, соответственно, это будет, значит, валет и тройка. Это та масть, под которой вы, значит, эту тройку, третью масть назвали. Допустим, там Буби или Пики. Вот такой вот очень простой элементарный трюк. А давайте посмотрим дальше. Смотри, какие лебеди плавают. Да, красивые. Интересно, сколько им лет уже. Если бы они умели разговаривать, я бы могла узнать. Я могу разговаривать. И что ты можешь узнать? Я могу узнать дату рождения любого человека. Да ты что? Того, кто умеет разговаривать, естественно. Ну, узнаем. Не, ну мою ты уже и так знаешь. Ну, давай что-нибудь посложнее. Ну, давай моего брата Днюху узнать. Ну, хорошо. Доставай калькулятор и начинай считать. Давай. Что надо делать-то? Возьми число его рождения. Число его рождения? Да. Так. Сейчас отверну, что ты не видел. Взял. И умножь на 2. На 2. А теперь прибавь 5. Подожди. Прибавить к этому всему 5, да? Да. И умножь на 50, ну что бы не совсем сложно было. На 50? На 50. А ты справишься? Справлюсь. Так, умножил. А теперь к этому числу добавь число месяц. Число месяца. А, ну в смысле там январь это первый месяц и декабрь 12, да? Так, сейчас, секунду. Когда у него... А, все, вспомнил. Прибавил. Так. Теперь число называй. Получилось 1356. Его день рождения 11 июня. Я как-то узнала. А. Вот так вот. Я тоже умею. Фокусы. Очень круто. Ну а сейчас я вам расскажу, как выполняется этот математический трюк. Так, здесь у нас написана формула, и я ее вам расшифрую. Мы просим зрителя загадать число рождения. То есть сначала х это у нас число, когда родился человек. Например, брат Сергея родился 11 числа. Итак, мы берем число 11. Умножаем его на 2. Так, дальше просим прибавить 5. И говорим, чтобы человек умножил все это на 50. И дальше мы говорим, чтобы он прибавил месяц рождения. То есть январь 1, февраль 2, март 3, 4 и так далее. Брат Сергей родился в июне. Это 6 месяц. Так, добавляем 6. Все это делает зритель. И вот у зрителя получилось в итоге вот такое вот число. 1356. Он нам его называет. Мы в уме быстренько отнимаем. Отнять нужно число 250. Ну, это мы уже делаем мы с вами в уме. Итак, мы называем число 11. Это у нас дата рождения. 06. Это месяц. Все, 11 июня. Вот такой простой трюк. С определением дня рождения ты, конечно, молодец. Но вот я, например, могу определить даже, сколько тебе полных лет. Тоже использовать всего лишь математику. Хитрый какой. Ты и так знаешь, сколько мне лет. Ну, давай определим кого-нибудь другого. Ну, хорошо. Давай мою сестру, например. Давай. Бери калькулятор. Бери. Так. Смелее, бери калькулятор. Сейчас я сделаю так, чтобы ты ничего не видел. Так, что мне делать? Короче, на нем напиши, сколько полных лет твоей сестре. Например, 50. Там знаешь, пиши 50. 50. Нет, хорошо. Так, написала. Написала, да? Это число умножь на 5. Есть. Умножила. Теперь к этому числу 8 прибавь. Так. 8. Да. Есть. Получилось число, да? Угу. Его на 2 умножь. Так. Есть. Умножила, да? Да. Теперь из этого числа отними 6. Как много действует. Ну да, это не для двоечников. Это для троечников таких, как я. И? Получилось, да? А теперь то, что у тебя получилось, умножь еще на десятку. Так. Получилось, да, число? Назови мне его. 3300. Твоей сестре 32 года. Правильно. Молодец. Итак, друзья, данный трюк очень простой. Вам нужно знать вот эту незамысловатую формулу, и все дальше пойдет как по маслу. Итак, попросите человека, чтобы он написал на калькуляторе свой возраст. Ну, к примеру, этому человеку 32 года. Далее, попросите умножить его возраст на 5. Получается число, да? 160. Это у меня число у. К этому числу я прибавляю 8. То есть прибавляю 8, получается число Z. Число Z, то есть 168, я умножаю на 2. Я умножаю на 2, получаю число N. То есть 336, это мое число N. Из этого числа мне необходимо вычесть 6. Получается 330. И это число умножаю теперь на 10. Получается 3300. То есть это некое число T. Я его так назвал, да? Получилось. Теперь попросите зрителя сказать, какое число получилось. Он говорит 3300. Вы в уме просто от этого числа отнимаете 100. И это число, и это число делите на 100 в уме. Вот вам и возраст человека. Вот такой вот очень простой трюк. Ну что ж, продолжим наш математический бат. Ты, значит, никак не успокоишься, да? Нет. Проигрывать не любишь? Ну ладно, давай, продолжим. Итак. Чем ты удивишься на этот раз? Я смогу отгадать любое трехзначное число, которое ты загадаешь. Трехзначное? Трехзначное. А осилишь? Конечно осилишь. Сомневаюсь. Ну давай. Ну давай, проверим. Итак, бери калькулятор. Давай возьмем. Калькуляторик. Давай. Так. Ну что ж. Так, я снимаю. Загадай любое трехзначное число. Так, посложнее. Так, даже я отвернусь, а то ты будешь подсматривать, как обычно. Так. Загадал. Так. Добавь это же трехзначное число к нему. Просто допиши, чтобы получилось шестизначное. То есть то же самое я дописываю в этой же строке, да? Так. Так. Так, теперь это шестизначное число раздели на 7. Разделю на 7. Стоп, подожди. Что-то я сбился. Так, делю на 7. Отлично. Получилось. Так, теперь разделю. Раздели на 11. На 11. Так. Есть. Давай еще разочек разделим это число на 13. 13. А почему на 13? Это же не счастливое число. Ну ладно, ну ладно, разделю. А у меня она счастливая. Да? Ну ладно, разделю. Я думаю, достаточно. Назови мне число, которое получилось. Три семерки. Три семерки. Три семерки. Три семерки. Так, какое же число ты заказал. Я думаю, это 3 семерки, 777. Это было просто, да? Итак, еще один прикольный математический трюк. Здесь особо-то и объяснять нечего. В принципе, все понятно. Вам главное заполнить последовательность. Что должен сделать зритель? Итак, зритель загадывает любое трехзначное число. Например, я возьму 147. Итак, вы просите его дописать. Просто это число, чтобы получилось шестизначное. Итак, вот у нас получилось шестизначное число. И вам главное заполнить последовательность. Сначала зритель должен разделить его на 7. Далее он его делит на 11. И далее он его делит на 13. Вот, собственно, и все. Вам остается секунду подумать. И вы говорите зрителю то число, которое он назвал. Итак, делим на 7, делим на 11, делим на 13. Ну что ж. На связи с вами был оператор моряка. Ну и, конечно же, сам моряк, друзья. До встречи на нашем судне. И до хранят вас боги моря и небес. Пока. Пока.